Продолжение следует... 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 Такой инфузор может висеть подряд до полугода у пациента. Целая страница, посвященная правилам проведения химиотерапии, они должны вводиться только обученным персоналом, только в специализированном учреждении. Препараты не должны смешиваться, если это не позволено по инструкции. Их необходимо в определенном температурном условии хранить. Пожалуйста, не просите малознакомого или хорошо знакомого медика провести вам химиотерапию на дому. И не ходите в неопознанные клиники, для которых химиотерапия не является специализированной терапией. Существуют методы профилактики флебитов. Это установка периферического венозного катетера. При правильном уходе он может стоять до недели. Центрального венозного катетера, для которого ухаживать немножко сложнее, но он удобнее, потому что не нужно пунктировать постоянно вену. И так называемая имплантируемая порт-система, в мире это является стандартом, она позволяет жить качественной жизнью. Вот этот молодой человек в течение длительного времени прилетал к нам из другого города, никогда не догадаешься, что у него стоит порт-система, он получает химиотерапию, а в сумочке у него вот этот пресловутый инфузор. Вот так выглядит внешний порт-система. Ухаживать за ней несложно. В основном это правильную иглу, использовать правильного диаметра и правильного названия, и промывать систему. Признаки негативные, которые вы можете заметить, это, конечно, покраснение, боль, какие-то неприятные ощущения, о которых нужно сообщить своему доктору. Еще одно проявление, которого все боятся, это тошнота и рвота. Ее не должно быть при современных методах химиотерапии. Существуют специальные системы, специальные препараты, которые позволяют нам профилактировать это состояние. Причин развития тошноты и рвоты у наших пациентов много. Посмотрите, химиотерапия стоит на последнем месте. Доктору нужно разобраться, почему вас тошнит, потом предпринять определенные меры. Основное – это то, что любая противорвотная терапия начинается до химиотерапии, в определенных режимах и в нужных дозах. Существуют немедикаментозные методы профилактики, например, отвлекающие маневры. То есть, проводя химиотерапию, пациент рассматривает какие-то позитивные мультики, видео, а не разговаривает с коллегами о своих болячках, принимать пищу не острую, не пряную и маленькими дозами. Ну вот имбирь – любимое занятие у нас. Мы пытаемся профилактировать ковид. Он в том числе профилактирует и может профилактировать развитие тошноты и рвоты. Стоматит – еще одно частое осложнение. Чаще всего развивается при химиолучевой терапии. Посмотрите, профилактика его является как раз санация полости рта. Степеней существует много. Ваша задача – рассказать доктору о том, что что-то беспокоит. Часто вы нас спрашиваете, зачем мне ходить к соматологу. У меня там ничего нет. Рот нужно просонировать, и тогда не будет осложнений. И можно рассасывать кусочки льда во время химиотерапии. Это тоже может профилактировать развитие стоматитов. Лечение его, о чем вам нужно пользоваться, это использование мягкой зубной щетки и полоскание полости рта. Остальное сделает доктор. Диарея очень часто развивается при химиотерапии. Тоже нужно помнить о том, что лопирамид или эмодиум применяется отнюдь не по таблетке два раза в день, а по определенной схеме. И у нас существуют препараты для купирования так называемой некупируемой диареи. Сейчас появилось много новых препаратов противоопухолевых, которые доктора сталкиваются с осложнениями, ранее не встречаемыми. И, к сожалению, неоправданная отмена химиопрепаратов происходит. При продолжающейся поносе более суток или двух первым делом нужно восстановить объем жидкости. Нужно пить воду. Нарушение питания. Кстати, часто очень у наших пациентов развивается отвращение к пище. Вы знаете, нарушение пищи, нежелание кушать, потому что опухоль вырабатывает гормон, обманывающий мозг. Он говорит, ты сыт на самом деле. Поэтому, к сожалению, очень часто человек не хочет кушать. Но не нужно путать ожирение и недостаточность питания. К сожалению, недостаточность питания – это недостаточность мышечной массы. Почему мы об этом говорим? Потому что происходит усиление токсических действий химиотерапии. Нам приходится ее откладывать. Обратите внимание на нормы белка, энергии для лежачих и амбулаторных пациентов. На самом деле, если посчитать, то наши пациенты практически в два раза, в три раза недоедают по энергии, по калориям и по белку. Общие принципы – это питание должно быть вкусным, маленькими дозами, должно радовать пациента. И очень полезны и сыры, и творог, и мясо, хотя наши пациенты часто их избегают. Это сочетание продуктов, которые характерны для нашей русской кухни. И самое главное – не кушайте сырое мясо и рыбу, чтобы не было развития дисбактериозов. И не нужно кушать жирную и копченую пищу, потому что она усиливает анорексию. Соки отнюдь не панацея, пить нужно воду, пожалуйста, 30 мл на килограмм массы тела. Если вы весите 70 кг, то это примерно 2 литра. Не всегда наши пациенты могут съесть обильное, большое количество пищи. Существует нутритивное питание, которое можно добавлять в различные блюда. Мы часто назначаем нашим пациентам. Либо пить через соломинку частыми мелкими глотками, маленькими глотками в течение 20 минут. Не провоцирует отнюдь опухоль в нутритивное питание. И есть можно столько, сколько нужно. Еще раз, ожирение – это отнюдь ненормальное питание, к сожалению. Здесь у нас немножко по-другому устроено. Мы считаем, что чем человек крупнее в нашей стране, так принято, тем он здоровее. Но на самом деле нужно уменьшить калорийность, а усилить белковый объем пищи. Не загорать, не париться, не лежать долго в воде. Пользоваться солнцезащитными кремами. Тогда вы сохраните свою кожу, потому что происходит травматизация, выделяющаяся через кожу химиопрепаратами. Кожа травмируется. И тоже, к сожалению, слишком часто происходит отмена препаратов из-за того, что произошло токсическое действие на кожу при неправильном, в том числе, поведении пациентов самих. Фибрильная нейтропения развивается достаточно часто после проведения химиотерапии. Чаще всего это происходит тогда, когда вы уже дома. Пожалуйста, следите за температурой. И при повышении температуры от 37,5 до 38, нужно сообщить доктору и сообщить, выполнить анализ крови. Анемия. Не нужно переливать кровь чаще всего у наших пациентов, которые получают химиотерапию. Там используются препараты железа и ритропоэтины, так называемые. Еще раз, я пробежалась быстро, но то, о чем говорила Ирина Михайловна, мы проводим уже в течение полугода вебинары. Здесь есть ссылка на сайты, где наши доктора рассказывают много интересных вещей, отвечают на ваши вопросы. Вы можете пройти по этим ссылкам, посмотреть все, что мы уже рассказывали, и посмотреть программу. Я думаю, что мы с сентября возобновим это все. И ответим на ваши вопросы, даже если вы не успели задать их онлайн. Если вы пишете в наши соцсети, то мы отвечаем и в последующем на них. Спасибо. Будьте здоровы.